Открываю. Теперь серьезно. Помните, не знаю, Минхамзена многие считали, кто гением, а кто в роли. В отношении меня, как считайте, кем хотите. Но у него была такая привычка. В расписании был подвиг. Прошло время. Опять подвиг. Вот мы один из подвигов. Для меня это нормально. Я люблю такие вещи. У меня ими забита голова. Часть уже из головы попала сюда, а сейчас все попадет. Ну а лет через сто, темиражек, конечно, уже не будет. Она останется как легенда, как высшее учебное заведение, которое, мягко говоря, не оправдало себя. Открываю великую тайну. Одна из десятков моих открытий мирового уровня. Может, с этого момента? Нет, не все. Многие, наоборот, отключат, скажут, мне бы как абрикос бы вырастить, как вы обещали, Елене Санне, то есть этой, Исаковой. А я вам сейчас расскажу то, чего не знает практически никто. А кто-то знает. Допустим, нет, я не один такой. Во-первых, я уже рассказывал не раз. Вот. Да и так найдутся учебные. Но им нельзя об этом говорить. Повольняй чертой матери. Я верю, что я не один. Вот. Ну, когда человек молчит, это что-то значит. Молчание красноречивое. В ДНК растит силовое, невидимое, живое поле в виде скелета каркаса. Сейчас я вам покажу. Силовое, невидимое, живое поле. Силовое. И этот каркас заполняется строительным мировым. Все, пожалуйста, вот вам это еще одно из мировых открытий. Показываю на примере. Я до сих пор, у меня этот фотографий, эти рисунки сделал Троценко, но я дальше эту тему не развивал. Мне все казалось, что это кому-то неинтересно. Сейчас, давай вдруг, скоро эпитафию пора писать будет. Эта, она в эпитафии будет сказать, да ничего он толком не открыл. А вот это мировое открытие. Одно из десятков моих этих. Смотрите, здесь дерево. Представим себе, что ему Ольга Исаакова, ой, все, не буду больше. Представим себе, что Иванов Иванович сказал, отрежу-ка я эту ветку, меня научили. И отрезал. Значит, теперь, что делает дерево? Оно не просто выпускает новую ветку, да, примерно это же метро. Почему? Потому что когда ее отрезали, здесь остается невидимое биополе. Ветки нет, поле есть, ветки нет. Это примерно когда-то был хрестоматийный пример, который серьезно не приняли. Это когда человеку отпутируют ногу, а человек чувствует, что она живая. Ее нет, а он чувствует, что она живая. Она чешется, а почесать не может. Она болит, а он не может. Он чувствует, что ногти растут, а он не может их отрезать. Не за что взяться. Вот это, в принципе, вот этот пример о том, что люди ампутированными конечностями, это все воспринимают как реальность. Она и есть реальность. Только у человека уже рука-нога не вырастет. А дерево вырастает снова. Почему? Биополе осталось. Поняли? Вот. Теперь, любое дерево, то есть вот это и есть мировое открытие. Его надо расшифровать дальше. Вот. Почему? Потому что я ДНК-то неспроста назвал. ДНК – это значит что? Это значит мы имеем зародыш, у которого есть все органы, если речь начинается с семечка. И этот зародыш имеет силовое невидимое поле. А дальше, вначале, это называется толчок, появляется корешок. Нет. Почему у него есть семидоли? Господи, неужели вам это интересно? Отключите сейчас все к черту. Значит, у него есть семидоли. Семидоли – это запас питательных веществ на первое время, потому что… А у него еще корня нет. Ему нужно пустить корешок, попасть туда, а там еще может быть засухой, еще и корешок сухой, а ему надо еще продержаться сутки, двое, трое, неделю. Вот. И не умереть. Я имею в виду зародыши. Ой, надо же было фотографии ей. Ну, ладно, сам принцип. Но с чего он растет? Он растет потому, что растет силовое невидимое поле. Оно заполняется минералами растворенными, солями растворенными. Так? Вот. Оно имеет специальные условия. Вы сами знаете, какие. Когда дерево, будущее, все-таки мы какие-то условия создадим. Только мы пока не будем проходили, еще будем проходить. Я просто обычно... Этот каркас силовой, заметьте, невидимый, который не признается наукой, заполняется строительным материалом. И вот оно растет. Если оно росло, тут надо было, я не догадался, попросить Троценко, чтобы он нарисовал точно такое же, но прозрачное дерево. Полностью всех этих. Вот жалко не догадался. Ладно. В общем, сам принцип поняли. Кто не понял это? И вот идет война с ветряными мельницами. Вот. Я набрал, что такое биополе. Оказалось, что это... Оказалось, что это антинаука. Мне так стало обидно, что наука этого... Может быть, кто-то и знает, намолчит, но наука этого не признает. Нет никакого биополя. Ладно, проехали. Это я... Что я сделал сейчас? Это сегодня кому-то надо. От этого, что больше появится деревьев. Да, появится, кстати. Перестань дурью заниматься. Как только отрезанная ветка начинает отрастать, дерево прекращает рост остальных веток. Ему нужно отрастить эту ветку, потому что сохранилась силовая структура. Вот это. Невидимый. Раз. И ему нужно... Почему? Потому что оно было совершенным. Вот слева. Оно давало идеально... Это изображен сенец. Видите, штамп имеет. Оно давало практически идеальную форму скелета, которая обеспечила подземные живности комфортные условия. И когда вот это случается, это не значит, что дерево продолжает расти, оно продолжает восстанавливать крону. Поняли? А когда вы отрежете пол ветки, вы видите, что сразу несколько этих проснётся почек. И вся вот эта дурь, когда корится дерево, оно восстанавливается, оно загущается, чтобы быстрее заполнить вот это пространство и не пускать дождевую воду, которая утопит сервей и прочую живность. Вот это имеет практическое значение. То есть биополе в будущей темилезрике проходить придётся. Вот. А то, чем я сейчас занимаюсь, это война с внутренними мельницами. То, что я говорю, настолько элементарно. Ну, ладно, смотрите сюда. У меня пример из практики. Это мой. Кто видел фильм, тот уже знает. Ко мне дважды приезжал Александр Мажерин, начинающий садовод. То есть я здесь разместил фотографию чего? Мажутского абрикоса. Это с маточного дерева. Это моя знаменитая линейка, которая разобращила десятки фальшивых питомников. Десятки. И вот, значит, это и есть манджурский абрикос, патриарх. Значит, история очень короткая. Первый год привая на него крупноплодный не прижился, второй год привая не прижился, а он за разу ещё растёт больше. Третий год и не прижился. Я со своим умением, я понял, безнадёга. Ой, есть такие, ух, какие упрямцы. Ничего не смог сделать. Приезжает Мажерин, я говорю, это самое, кроме всего прочего, ну, привитых уже не было, а там слева были чайные. Я говорю, ну, абрикосы есть только такие. И честно рассказал. Я говорю, в нём наверняка есть гены уже культурные. То есть вы можете рассчитывать, уважаемый Александр, я не помню, что у вас дерево будет лучше этого. Приспроси фотографию, выросло дерево. Это не самое лучшее, просто сейчас занимаюсь порядочью, нашёл пока эту. Есть покрасивее, целое дерево таких абрикосов. А рядом с ним растёт Амур. Понимаете? Но это не подозрение, что имеют в виду вместе с… Я Амура давно называю супругом, половым супругом. Кроме этого, трижды в неё внедрялись культурные абрикосы. И теперь получается, что случилось то, чего я ждал, ещё буду ждать. Тысячи косточек продано и несколько тысяч, подчёркиваю, вы не слышите, тысячи продано и несколько тысяч подарено. Несколько раз больше подарено. И вот получается так. Ну, она сама-то не виновата, а это сама выпускница, те выпускницы с этим ряду, они не виноваты. Они цитировали, это не себя, о том, что при свободном опылении у меня же свободное опыление получаются дикари. А я взял дикаря, видели? А он при свободном опылении рядом с ним Амур. Получается, ну, дикарь родит ещё дичее. Ольга, ну, присоединяйтесь вы, но с этого момента я не буду заразствовать, я не буду вообще вспоминать, как вы учили колечить деревья, а потом лечить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...